Всем привет! Вещаю из Черногории, город Будва. У Вероны был день рождения недавно, поэтому у нас тут цветы и шарики. Такая праздничная атмосфера. Сегодня мы виртуально поедем на добычу сразу двух камней. Вы давно об этом просили. Это Александрит. И камень, которого по сути не существует, это кошачий глаз. Почему поедем виртуально, сейчас вам расскажу. Почему сразу два камня вместе. Я про кошачий глаз рассказывал немножко в этом видео про лунный камень. Но сейчас перескажу и картинок чуть-чуть добавлю. Почему едем виртуально и почему сразу два этих камня у нас в обзоре одновременно. Значит, эти оба камня, наверное, мировые рекордсмены. Ну, они, наверное, входят в десятку мировых рекордсменов по наиболее редкой добыче. То есть их добывают крайне мало, крайне редко. Более того, одного из них, по сути, не существует вообще. Сейчас буду расшифровывать. Почему в Танзании Александриты добывают. То есть сегодня у нас два камня. Это Александрит и кошачий глаз. В Танзании Александриты добывают. Но почему я не поехал на добычу? Там несколько причин. Во-первых, ехать, как и на Махенге, очень далеко сложно. То есть там туда-обратно дорога должна была, по моим расчетам, занять примерно 4 дня. Там еще меньше поселок, чем в Махенге. И, значит, еще более серьезные проблемы с жильем и с едой. То есть я напоминаю, да, на Махенге еды не было в принципе вообще. То есть там люди все готовят дома. Продукты в своем виде покупают на рынке. Но самая главная проблема, это то, что Александритов вообще хорошего качества добывают в мире в год примерно 10 штук. То есть это один с лишним, один месяц и примерно там еще несколько дней, да, на один камень. Это значит, что если ты приезжаешь на добычу, то есть это в мире добывают. В мире, не в Танзании, а в мире вообще. Это значит, если ты приезжаешь на добычу, ты можешь прожить там месяц, два, три месяца. И не увидеть ни одного камня вообще. Вот главная причина, почему я туда не поехал. Даже при моем везении, я думаю, что мне пришлось бы, ну, хотя бы неделю, две, три недельки там просидеть, чтобы увидеть один камешек. Следующий момент. Какого качества будет этот камешек? Будет ли там так называемый реверс? Это когда камень меняет свой цвет, да, вот Александритовый эффект. Никто не знает. Может быть такое, что ты просидишь месяц, и там будет камень, который не дает вообще этого эффекта. И показать вам будет, собственно, нечего. Я поеду обязательно на добычу Александритов на Шри-Ланке. А почему там? Потому что там, во-первых, везде есть еда, там везде есть гостиницы, там везде есть асфальтированные дороги. И я могу поселиться в каком-то... И островок сам маленький, да, я могу поселиться в каком-то цивилизованном месте, где-нибудь на берегу океана. Там, допустим, в часе езды от Александритовой добычи. Мы можем поехать посмотреть. Я могу там жить и работать недалеко где-то. Когда что-то нашли, мне позвонили, я приехал, снял, посмотрел. То есть вот такой стиль меня намного больше устраивает. Это про Александрит. То есть понимаете, почему я не поехал, почему мы с вами сегодня будем виртуально его добывать и рассматривать. С этим все понятно. Следующий момент. Кошачий глаз. То же самое. Крайне-крайне редкая штука. Очень редкая. Сейчас объясню почему. Поймете, с него начнем. Я за много лет практики, больше 10 лет, видел кошачьих глазов натуральных. Естественно, мы про натуральные говорим. Ну, может быть, 2-3, если я ничего не путаю. Ну, возможно, 5, но это максимум. Вообще, я так вот помню 2-3, что я в руках и держал. И они были хорошего качества. Похуже, может быть, еще 2-3 я видел. То есть это как Александрит, очень-очень редкий камень. А плюс его еще не существует. Давайте с него начнем. Почему такого камня, как кошачий глаз, нету? Кошачий глаз – это не название камня. Это название эффекта вообще. Значит, что за эффект такой? Когда в камне определенным нужным образом расположено включение, допустим, рутил или даже бывает, как и в зверчатых сафирах, моих любимых, да, просто полые трубочки пустые, микроскопические, естественно. Посмотрите, вот картинка, как это выглядит на микроскопе. Да, то есть маленькие-маленькие трубочки, похоже, в принципе, на шелк чем-то. Вот чем они меньше и тоньше, и чем их больше, тем эффект более ярко выраженный. Вот специальным образом правильно расположенные включения дают как раз вот этот самый эффект кошачьего глаза. Камня такого нету, есть эффект. Значит, этот эффект встречается, изучен, описан и зафиксирован уже более чем у 20 видов камней. У 20, то есть это совершенно разные камни. Например, эффект кошачьего глаза четко зафиксирован в таком камне, как опал. То есть это не кошачий глаз, это опал, но он дает вот там эти включения. Вот этот шелк трубочки есть, поэтому он дает эффект кошачьего глаза. Турмалин бывает с кошачьим глазом самого разного цвета, да. Но, опять же, крайне-крайне редко, как и вообще, как и у других камней. Аквамарин. Апатит. Бывает с эффектом кошачьего глаза изумруд. Вот, бывает слабо выраженный эффект кошачьего глаза у корундов. То есть это у нас сафиры и рубины. Кварц. Чаще... А, лунный камень, да. Чаще всего эффект кошачьего глаза встречается у хризоберила. Хризоберил это такой минерал, который редко вообще бывает красивым. В основном он такой, знаете, просто желтый, бледно-желтый какой-то. Невеселый, неинтересный. Но, тем не менее, в наши руки иногда попадают очень интересные экземпляры хризоберила. Вот, посмотрите, один из них. Я его купил. Ну, как бы вот такой я за 10 лет больше, чем 10 лет. С третьего впервые мы его выкупили. И он у меня даже участвовал в каком-то из... В каком-то... В какой-то части ко мне недели, да. Он, мне кажется, даже на той сих пор на руках. Такой камуфляжный цвет, да, желто-зеленый. Вот это наилучший вариант хризоберила. В основном он такой желтенький, какой-то бледненький, не особенно интересный. Что, значит, чаще всего у хризоберила встречается? Ну, это не чаще, чем раз в полтора-два месяца. Если добыча прям активная, добывают очень много, то примерно полтора-два месяца один камень попадается с эффектом кошачьего глаза. Вот, с этим тоже забрались. То есть, понятно, вы просто очень много пишете про кошачий глаз и скидываете мне свои кольца, бусы, всякие подвески, да. Константин, посмотрите, почем можно продать, сколько он стоит, можно ли сделать в комплект, докупить еще несколько. Вот у меня кольцо от бабушки, например, досталось, да. Я хочу еще купить на серьги и на подвеску. Сейчас до стоимости дойдем. Ну, значит, такой момент. Все, что вы скидывали, к сожалению, вот все, что вы накидываете, кошачий глаз мне скидывают почти каждый день. Все, что я в России, и не только в России, видел в магазинах. Вот я, когда в России попадаю, включаю обязательно телевизор, если он есть, там в гостинице где-то, в отеле, квартиру снимаю. Магазин на диване, вот эти все, да, значит, передачи. Там прям все завалено кошачьим глазом. К сожалению, это и то, что вы мне скидывали, это даже не синтетика, это вообще стекло. Стекло. Значит, я тут выписал оно со специальным эффектом. Это стекло, сложное из таких оптических волокон. Ну, вот как автоволокно для интернета, да, значит, оно похоже на сотом разрезе. Они специальным образом, в специальном направлении выложены. И получается вот, собственно, эффект кошачьего глаза. Мне часто скидывают бусы, такие длинные, большие, крупные такие бусины из кошачьего глаза. Ну, такое, если бы это было настоящее, мог бы себе позволить носить даже не миллионер, даже, а миллиардер. Я прикрепляю к этому видео, видео, оно уже у меня в этом на ютубе давно висит. Значит, вот кошачий глаз, небольшого совсем размера, но вот как у меня этот, на мизинце ноготь, ну, карат, наверное, 4-5 карат, да, будет стоить от 10 тысяч долларов, а вообще лучше, считайте, где-то от 20 тысяч долларов. И на заказ где-то вот прийти и заказать, чтобы целый набор был, мне кажется, вообще нереально. Но я, по крайней мере, даже двух камней с эффектом кошачьего глаза вместе рядом, я не видел никогда в жизни. Целые бусы собрать, ну, вот нужно, не знаю, несколько сот лет заниматься коллекционированием и по всему миру скупать их за какие-то безумные, огромные деньги. Ну, вот, возможно, кого-то расстроил, но, к сожалению, это так. Что нужно делать, чтобы купить настоящий кошачий глаз? Нужно всегда просить сертификат, обязательно. Его очень много, очень хорошо, очень легко подделывают, еще с до советских даже времен, и поэтому, собственно, весь мир им завален поддельным, и сертификат нужно требовать просить. Если сертификат есть, значит, он настоящий. Но это стоит дорого, штука, потому что очень редкая. Так, с кошачьим глазом разобраться, да? Переходим к Александриту. Вы прям много меня просите показать добычу. С добычей обещаю, покажу, поедем, на Шиванке будет у меня там пару месяцев времени свободного. Вот, попробуем как-то вот рассчитать так, чтобы попасть именно в тот день, когда нашли что-то. Да, вот, нашли, позвонили, приедем, посмотрим. Значит, что такое Александрит? Это тоже хризоберил, который я вам выше показывал, но это необычный хризоберил. Там включение минералы, так, все сложилось, да, природа так создала, что он обладает так называемым Александритовым эффектом. Что это такое? Это когда на улице, вот сейчас, да, солнечный день, на улице и в помещении при желтом свете, то есть это свечи или желтые лампы накаливания электрические, да, или там камин, например. Камень меняет цвет или оттенок, вот, бывает по-разному. Это вот, собственно, Александритовый эффект. Значит, Александрит это камень названием своим, который обязан России и, как бы, российской истории, да, наверное, но в данный момент, поправьте, если я не разбираюсь, в данный момент это единственный такой камень, в котором есть название, у которого есть русский след, да. Есть две версии, кто и как его открыл, сейчас вам обе так вкратце расскажу. И раньше его добывали только в России, об этом сейчас тоже расскажу. Правда ли, что Александрит самый лучший вообще камень, вот, российский Александрит самый лучший в мире, тоже сейчас все это разберем. Так вот, первое. Значит, изначально, когда Александрит нашли, это было сделано, естественно, на Урале, все подумали, что это изумруд, потому что он был, ну, таким зеленым, не очень чистым, содержал много включений. Померили его твердость, она оказалась значительно выше, чем у изумруда. Его отложили, как странный какой-то изумруд. И вот есть две версии. Первая, что это был некий финский ученый, но в то же время он был российским минерологом, то есть он член-корреспондент Петербургской Академии Наук, да. Нильс Норден Щольдом. Вот, значит, он отложил некий странный изумруд. Вот, вечером достал его, чтобы рассмотреть где-то свечи или камин, и удивился, что изумруд стал красным. Вот, есть такая же вторая история. И он его якобы преподнес, значит, царевичу, который должен был стать императором Александром II, и вот, собственно, отсюда пошел название Александрит. Есть вторая история, категорически противоположная, что это был некий русский, ну как, гемолог тогда не было такого, да. То есть он был сотрудником гранильной фабрики, каковин. Вот, дальше все то же самое, что он нашел какой-то странный изумруд, который был тверже, чем обычный изумруд, рассмотрел его, потом вечером достал, удивился, что он стал красным. И то же самое, что он преподнес его к 16-летию будущего Александра II. Ну, тогда он был просто Александром. Вот, на 1834 году. Что получилось? Этот камень, так как он крайне редко добывается, да, у него такой странный вауэффект, а люди тогда часто попадали... Сейчас мы редко с вами бываем где-то при свете свечей и камина, да, тогда часто, особенно дворяне, дело в том, что свечи стоили дорого, поэтому при свечах тусили только, в основном только дворяне. Обычные люди, такие, как мы с вами, пользовались лучинами. Лучина, конечно, не дает настолько много интенсивного желтого цвета, чтобы Александрит перекрасить, да, то есть этот эффект, он был бы просто незаметен. Получилось так, что у Царевича есть, потом он стал императором, естественно, все дворяне загорелись, стали себе скупать, камень очень быстро стал популярным, пошел вверх по цене. И, собственно, по сей день он считается таким элитным камнем. Александриты есть в сокровищницах, наверное, всех каких-то мировых царских, королевских династий. То есть, начиная от тайских, значит, от тайского короля заканчивая английской королевой, и у Романовых были Александриты, естественно, да, и, например, арабские шейхи тоже, по возможности, их скупают. Вот, но добывается он крайне редко, и поэтому стоит дорого, и его очень много подделывают. Сейчас опять вас расстрою, у нас у многих бабулек и тетенек есть перстень с вот таким Александритом. Ну, так я на глаз смотрю, карат, наверное, на 20, на 30 даже бывают подвески, я видел такие, да, крупные. И вы мне их часто много шлете, что посмотрите, за сколько можно продать, как вы его оцените, я хочу собрать набор под него. Ну, вот вам такая информация, довольно свеженькая. Сейчас я картинки, все, которые буду показывать, они все из интернета, из буржуйских сайтов в основном. Ну, вот, не мои, да. Вот, смотрите, 4 года назад на аукционе в Гонконге продали бразильский Александрит, бразильский, про них тоже сейчас расскажу. Он весил 15.5 карат, его продали за 931 тысячу долларов. 15 карат это совсем небольшое, это, ну, чуть меньше, чем в основном у бабулек и у тетенек в перстнях, да, вы теперь понимаете цены, и, как бы, часто мне скидывают эти перстни, они очень типичные, там очень типичный цвет у этой синтетики, и это все синтетика, конечно же, да, у всех, у тетенек, у бабуль. Я пишу поделка, пишут, а вдруг настоящий случайно попался, ну, вот, подумайте, насколько это реально под миллион долларов, да, что попался он вот случайно настоящий. Скорее всего, вообще нереально совершенно. Так вот, вернемся обратно к Александритам сцен. Значит, Александритство очень популярным, дорогим камнем, да. Во-первых, драгоценный это камень или нет? По-разному. Много раз поднимал этот вопрос в разных странах, то есть это вопрос законодательства индивидуально каждой страны в отдельности. В какой-то стране, например, Россия, Александрит, это драгоценный камень. Во многих странах Европы это не драгоценный камень. В Таиланде, например, ну, у нас компания в Таиланде, да, поэтому я про тайские законы знаю больше. Это не драгоценный камень. Ну, вот, например, в Таиланде шпинель это драгоценный камень, я уже об этом говорил, а в России не драгоценный камень. Вот как бы вот так. То есть здесь от твердости не зависит ничего. Тоже мне недавно кто-то писал, а что ж вы не говорите, что гранат, он там, не драгоценный камень, у него твердость вот такая-то. Ребята, это не зависит от твердости, стоимость от твердости тоже не зависит. Они все одинаково хрупкие, я об этом говорю. То есть драгоценный камень или не драгоценный, это сугубо индивидуально в каждой стране свои законы принимают. То есть это совершенно условность на сто процентов. Следующий миф. Правда ли, что российские александриты самые крутые в мире? Нет, это неправда. Давайте немножко пройдемся по добычам. То есть изначально вот открыли в России и получается, смотрите, там добывали на призках хризоберил тоже. Да, мы выше о нем говорили. Какой-то находили просто желтый-бледный, в основном там 99.9%. Иногда находили хризоберил с эффектом кошачьего глаза. И иногда находили и находят на призках хризоберила камни с александритовым эффектом. То есть они далеко не все там идут такие. И вот способность менять цвет, то есть, допустим, зеленого на красный, называется реверс. Русский александрит долгое время был вообще единственным в мире. Просто других мест не было найдено. Потом нашли место на севере Индии. Потом со временем нашли место на Шри-Ланке. И там на Шри-Ланке добывают до сих пор. Нашли в Танзании, нашли еще в паре африканских стран и нашли в Бразилии. И, к сожалению, русский александрит, вот, добыча была исчерпана уже где-то на 1920-30-х годах. То есть довольно быстро, меньше 100 лет его весь добыли. И его, собственно, больше, насколько я знаю, легально и официально вообще не добывают. То есть русский александрит, он ходит по кругу, по планете Земля, да, в основном он стоит крайне дорого или очень дорого, сотни и сотни тысяч долларов, а там миллионы больше. Вот, кстати, то, что я вам сказал, то, что в Гонконге было продано за 931 тысячу, это не самый дорогой вариант, да, были варианты дороже. Его, по сути, больше не добывают. Правда, что он самый крутой в мире? Нет, не правда. Он действительно давал очень-очень хороший реверс. Я сейчас пример буду вам показывать. Бразильский дает аналогичный реверс совершенно. Ничем не хуже вообще. Не лучше, но и не хуже. То есть лучшие александриты в мире это российские, которые уже не добывают, и бразильские, которые добывают все еще, но, как и везде, крайне-крайне мало, да. Так, давайте с вами поговорим про реверсы, какие они бывают вообще, и посмотрим примеры. Буду вам показывать картинки. Картинки очень часто плохого качества. Ну, какие есть, извините. Чтобы вживую вот это все собрать, вам снять и показать, ну, нужно несколько сот лет коллекционировать, скупать все александриты. То есть это практически нереально. Значит, давайте начнем с плохого реверса. Вот смотрите, например, вот эти вот. Это один и тот же камень, да. Вот видите, он такой бледно-сер-зеленый. Это вот он на улице такой, да. И в помещении он такой бледно-серо-какой-то фиолетовый. Розовым тут не пахнет. Бледно-серо-фиолетовый. Даже вот такой, если он, допустим, карат на 5, он будет стоить десятки тысяч долларов. Вообще, когда александриты где-либо находят, не александриты, а камни с александритовым эффектом, все страшно радуются, потому что даже если у него чуть-чуть заметный реверс, еле заметный. Сейчас такие примеры еще буду приводить. Ну, это стоит от 20 тысяч долларов и больше. Всегда, какой бы он ужасный не был. Так, вот смотрите, например, часто бывает такое. Сейчас найду хороший пример. Вот еще, смотрите, бледно-бледно какой-то туманный такой, зелененький. И тоже какой-то бледно-бледно-матовый какой-то фиолетовый. Да, тоже прям цвета совсем не алло, но стоить он будет, если он карат на 10, например, да, он будет стоить под 100 тысяч долларов. Очень часто бывает вот кругленький, вот это такой вариант. Смотрите, вот он на улице, у него есть кое-где какие-то зелененькие проблески, да, такие пятнышки, а в помещении их нету. Все, это уже считается крутой александрит, у него есть хоть какой-то реверс, и он стоит уже довольно приличных денег. Вот, это все, конечно, довольно странно. Так, сейчас я еще найду, я хотел вам показать кривые александриты. А, вот, вот, пожалуйста, это какой-то форма огранки, наверное, длинный кушон называется. Тоже, смотрите, реверс сильно так себе. Камень весь совершенно полностью кривой, то есть у него кривая форма, кривая огранка, да, видите, он... Ну, здесь чуть более ярко выраженный реверс, то есть он все-таки на улице ближе к какому-то бутылочному зеленому, да, а в помещении он какой-то, вот, то, что, получается, вы будете смотреть, это у вас будет справа. То, что справа, это в помещении. Но не под белой лампочкой, да, это лампа дневного света, если белая, вы увидите его как на улице, зелененьким. Вот, это нужно под желтым освещением. Вот он весь кривой, и он стоит очень дорого. Почему он кривой? Потому что и гранят, я еще вижу, что там пузырь огромный, да, вон, смотрите, в верхней части, да, и гранят, чтобы максимально сохранить вес. Если он стоит сотни тысяч долларов, никто не будет для того, чтобы придать ему идеальную форму, срезать там, ну, допустим, 200 тысяч долларов срезали, ничего, не жалко, да, главное, чтобы красиво было. Есть более яркие, не такие матовые, но тоже реверс прям совсем так себе сильный. Вот, смотрите, пожалуйста, вам такой пример в пинценте. Ну, вот он какой-то болотный, да, и какой-то такой оранжевый, чуть-чуть розоватый, что ли. Тоже, смотрите, криво гранен, он на нем царапинный, и все равно это все дело стоит дорого. Так, давайте посмотрим. Ну, вот тоже интересный, это вот Шри-Ланка, интересный пример. Я показываю, чтобы самому не заблудиться, да, какие я картинки вам показываю. Значит, смотрите, вот он голубоватый будет на улице такой, матово-сероголубой. Вот он с какими-то красноватыми, я даже не знаю, какие-то бледно-такие оранжеватые какие-то эффекты в нем наблюдаются, да. Это все плохие александриты, их добывают везде, и, например, лангийские александриты, они в основном вот такие все идут. То есть, они ограничиваются из бледно какого-то зеленоватого, переходят из бледно какой-то зелено-розоватый, да. В Танзании, кстати, то же самое, хороших там примеров крайне-крайне мало. И вот смотрите, российские и бразильские, да. Вот, пожалуйста, это уже считается хорошей рельсой, эти камни стоят очень дорого. Значит, тут у нас такой яркий зеленый на улице, и вот ярко-красный это в помещении, да. Или смотрите еще, пожалуйста, плохого качества фото, но какое есть. Вот ярко-зеленый, ярко-красный. Это у нас хризберил, александрит, где он не написан, но я думаю, что он или из Бразилии, или из России тоже, скорее всего. Так как сертификат современный, то, скорее всего, это Бразилия. Так, вот, смотрим еще тоже, хороший считается очень реверс, то есть красный и такой голубой-синий где-то, да. Вот, вот хороший тоже реверс, смотрите, голубой. И я даже не знаю, но это не красный, какой-то коричневый с розоватым. Так, примерно понятно. Дальше, александрит, это не только хризберил. Камни, вот как и кошачий глаз, да, камни с александритовым эффектом встречаются разные. Не только хризберил. Смотрите, есть гранаты с александритовым эффектом. Один из них у меня прямо сейчас, в данный момент, на руках. Смотрите, вот фоточки из сертификата. Ну, вот, кстати, тоже, он на улице очень яркий. Вот, смотрите, пожалуйста, видосик, как он выглядит на улице. Я уже его в каком-то видео показывал, да. В помещении он становится такой бурый, какой-то бурый, с фиолетовым отливом. Совершенно некрасивый, но это уже считается александритовый эффект, и стоит он дорого. Как правило, гранаты с александритовым эффектом, которые я видел, знаете, мне говорят, лангийцы, например, да, что мы тебе сейчас что-то покажем. Очень дорогую штуку, очень редкую. Там, трясущимися руками разматывают по бумажке в ней, там, еще бумажка, еще бумажка. И показывают, смотри, это гранат с александритовым эффектом. Я хочу продать там за 200 тысяч долларов. И показывают, значит, он и на улице какой-то бледный, этот, ладно, яркий, который у меня, да, он и на улице какой-то бледный, допустим, там, красно-бурый. А в помещении он становится чуть-чуть красно-буро-фиолетовым каким-то непонятным. То есть он и там, и там некрасивый. Но вот видите, есть огромное количество коллекционеров, любителей, ценителей, которые гоняются за этим эффектом. И вот они скупают все это, и это поэтому стоит дорого. Вот вам смотрите картинки, примеры. Граната с александритовым эффектом. Они, в принципе, встречаются очень-очень редко везде, где добывают гранаты. То есть это у нас получается и Бирма, и Вьетнам, и Шри-Ланка, и Танзания, и много других стран, да. И смотрите, смена цвета у них у всех, ну, скажем так, так себе, да. Вот, как бы, вот который голубой меняется на какой-то фиолетовый отлив, но более-менее она хоть заметна. Или вот где болотный на розоватый, да, тоже что-то есть. А так вот нижняя, которая пара, посмотрите, да, вот который какой-то желто-буро-болотный на буро какой-то с розоватым отливом. Вот в основном я смотрю такие все, и обычно все такие, вау, посмотри, там прелесть какая, да. Мне вот, честно, что-то как-то не заходит совсем. Вот еще, смотрите, тоже. Гранаты, тоже с александритовым эффектом, и тоже и тот, и тот вариант сильно так себе. Ну, вот их раскупают, за ними охотятся. Также бывают у нас корунды с александритовым эффектом. Вот, пожалуйста, вам картинки с эфиром. Тоже мне когда первый раз показывали, ну, вот, например, вот такие вот, да. И прям так сейчас я тебе что-то покажу, подготовься. Если ты стоишь, лучше сядь. Ну, вот что-то прям как-то, не знаю, не сказать, что какая-то божественная, нереальная красота. Да, тут чуть-чуть еле заметно меняются оттенки. Есть люди, которые плохо различают цвета, да, они, наверное, ничего не заметят. И у меня, кстати, даже были истории, когда мне показывали, там, по 20 раз, смотри, смотри, ух ты. Сначала светит фонариком с белым светом, потом с желтым, говорит, посмотри. Я говорю, а что смотреть, на что я не понимаю. Ну, вот, если, не дай бог, сертификат на такой сэфир дает, что у него есть александритовый эффект, все, цена там сразу какая-то заоблачная становится, и, ну, как бы, они уже его не будут продавать недорого. То есть, они хотят за него, там, 100, 200, 300 тысяч долларов минимум. И их передают, там, из поколения в поколение, наследство, семейные достояния и все такое. Вот. Следующий момент. То есть, про сэфиры и гранаты тоже забрались. Вот, александритовый эффект у них довольно слабенький. Он у александрита, как правило, слабенький тоже. То есть, вот такие яркие, кем показывать, нужно очень долго и много искать. Еще момент интересный. Почему я объединил кошачий глаз и александриты, да? Я говорил, что кошачий глаз чаще всего бывает у эффекта кошачьего глаза, у хризоберила, да? И, значит, александрит принято называть, александритом принято называть тоже хризоберил с александритовым эффектом. Так вот, бывает два в одном. Вот, смотрите, такие примеры. Значит, тоже фоточки так себе. Штука очень-очень редкая, очень редкая прям совсем. Это получается александрит. То есть, это хризоберил, да, в котором присутствует и александритовый эффект, и эффект кошачьего глаза. То есть, тут есть и смена цвета, и есть нужные специальные вот эти вот, например, полые трубочки тоненькие, которые дают эффект кошачьего глаза. Эта штука совсем уж безумно дорогая, заоблачная. Я, например, не видел такого ни разу никогда в жизни. Подделывают их в огромных количествах. Если кто-то из вас скажет, а я видел, у меня вот там у тети есть, например, да? Ну, к сожалению, скорее всего, у тети подделка. Вы, кстати, часто пишите, когда я пишу, что, извините, это подделка, вы пишите, что нет, подделка исключена. Почему? Потому что бабушка была непростым человеком. За ней ухаживал председатель колхоза очень долго. Потом его там забрали в армию, и он там, например, погиб на войне. К сожалению, подделки все это, ребята, это штуки, которые стоят сотни тысяч, миллионы долларов. И вот так случайно начальник колхоза подарить юной бабушке, да, если она была очень красивая, не мог. Я вам рассказывал про принцев, которые там мимо с войны проезжали случайно. Бабушку встретили про все это. Вот, собственно, такой момент. Продаю ли я кошачий глаз? Да, пару раз заказывали. Как правило, на поиск уходит минимум полгода. Минимум, да? Продаю ли я Александриты? Да, мы получаем такие заказы. То же самое на поиск. Сразу закладывайте полгода. Ну, на данный момент, вот за последний сколько лет, мы продали, наверное, около пяти камней. И сейчас, если среди вас есть любители, кто-то прям целенаправленно ищет именно Александрит. Да, кто-то для эзотерики. Люди верят, что он обладает какими-то свойствами. Кому-то просто нравится вот это волшебство смены цвета, да. У меня в данный момент есть хороший Александрит в Москве. Крупный, со включениями. Они почти все со включениями. Чистых очень-очень мало. Он даже почти ровно огранен. Значит, при рыночной стоимости где-то 1150 долларов, он стоит у меня там 80 с копейками. И, если хотите, можете посмотреть его. Он с документами, сертификатами, со всем остальным. Он ненадолго. В Москве его быстро купят. Там желающих в Москве довольно много. Так, вот, собственно, про Александрит и все. Смотрите, у меня такой к вам вопрос. Подскажите. Вы видели, что всех посмотрел предыдущую передачу про Масаев, да. Я очень много там рассказываю. И по отзывам я понял, что нормально. Ну, как бы, можно слушать меня, как бы, можно слушать эти рассказы все. Но поступило очень много толковых вопросов. Про первую часть, про кратер и гору, да. Вот вопрос в чем. Если я буду на все эти вопросы отвечать. Причем там есть вопросы, которые повторяются по 10, по 20 раз. Но, видимо, действительно вам интересно. Если я буду отвечать на эти вопросы в видео во второй части, то там только ответы на вопросы займет около часа, наверное, да. Что вы скажете, если я после каждой части про эту поездку буду записывать ответы на вопросы, а потом уже монтировать, выкладывать вторую часть. Мне это поможет сократить болтовню последующей каждой части, да. Нормально или ненормально, скажите, пожалуйста. Так, в принципе, про Александрит все. Вживую буду показывать уже на добыче, если мы его реально застанем там. Потому что, конечно, это интересно испытать удачу. И, возможно, даже мы застанем с хорошей сменой цвета. Камень, я даже покажу моего до огранки, например, и после огранки. Но для этого нам нужно везение. Всем всего хорошего, не болейте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok